Ребята, доброе утро! Я тут пробую поесть. Анюта у меня развлекается, перебирая коробки, которые мы вчера загрузили вещами из наших старых ящиков. Ящики уже уехали в Тойла. Холодильник снова поставили сюда, потому что сегодня покрасим вот эту стеночку. В общем, у нас подготовка идет большими темпами к приезду новой кухни. Уже в пятницу, через несколько дней, приедет наша новая кухня! То есть в следующем видео я уже буду показывать хаос, который здесь будет твориться. Оказывается, заказать все можно было гораздо проще, не отправляя никому никакие свои проекты, ничего не показывая. Когда я создавала проект, у каждого продукта был ID. И по этому ID можно было найти этот продукт на их сайте, в их интернет-магазине. Почему-то нам это нормально не объяснили. Я пробовала искать по названию, а вот по ID я не догадалась. И когда мы уже отправили им проект, мне пришел стандартный ответ, типа посмотрите про доставку по этой ссылке, посмотрите про гарантии по этой ссылке, ну и таким мелким шрифтом. Ну и можете заполнить свою корзину, используя вот эти вот ID. Блин! Я могла уже эту кухню, имея эти ID, заказать, ну вот честно, три месяца назад. Я думала, там будет составляться как-то счет через этого консультанта, тра-та-та-та-та. Нет, вы просто забиваете эти товары как в интернет-магазине, и все, красота! Если бы я сдала, я бы уже давно купила эту кухню. Вот. Так что мы ждем кухню. У меня там получилось почти 400 килограмм кухни. Кстати, доставку они делают прямо в квартиру. Вот это очень порадовало, потому что моему мужу таскать 400 килограмм кухни, ну совсем не с радостью он это было делал. Анюта, ты что там делаешь? И вот там за мной уже, видите, нет этой тумбы, и нет второй тумбы. Они уехали в Тойло. Осталось избавиться вот от этого страшилища. вот от этого чудовища. И у нас будет красота. К Новому году у нас будет красота. Анюта несет мне добычу. Это игрушка, так как она не может передвигаться и нести ее. Она ее кладет в рот и тащит. Неси добычу. Дай. Спасибо. Это кто? Это из-за лишенных энчантимусов тюленчик. Да, вот она так носит свою добычу во рту всегда. Да? Нравится тебе по новому полу ползать? Нет. Мы с Анютой с утра проводим ревизию игрушек. Папа нам привез игрушки из Тойла, которые были еще оришины. вы наверное помните, а может быть нет. Это башенка, вот этот сортер, поющая черепаха. Что-то тут у меня было. А, пирамидку я унесла. В общем, мы принесли эти игрушки, которые Аня уже может начать познавать. но Аня больше нравится ползать в злачных местах. Да? По всяким кошачьим горшкам, по коридорам. Да? А вот это мы купили на Корфу. Тут даже написано Корфу. Я знаю, что это просто китайщина китайская, но мы ее приобрели на Корфу. Она работает. Это поющая наша шкатулка. Ее выбрала Ариша. Ее надо слушать. Вот. Что? Ариша. Субтитры сделал DimaTorzok Пока бабушка гуляет с Анютой, я пришла готовить ужин для моих Сегодня буду готовить любимый Аришин чечевичный суп И Анюте тоже надо будет сварить брокколи Посмотрим, кому что дадим Анюта тоже может попробовать суп И вот пока у меня 15 минут перерыв Мы с кошкой выпьем кофеек Я выбрала себе вот такой фаворит Итальянский лавацо Раньше мы любили с Димой кофе в Аполло И в нашем Тойло летнем кафе Ну, когда летнее кафе закрыли Естественно, закрыли На зиму Мы ходили в Аполло Сейчас же везде проверяют эти сертификаты И, честно говоря, стало неприятно ходить куда-то пить кофе Или вот мы суши ходили есть Просто неприятно показывать этот сертификат Ну, я не знаю, может кому-то все равно А мне как-то не очень Поэтому, благодаря таким мерам Мы экономим значительно на кофе Потому что такая банка стоит дешевле Чем ходить каждый раз и где-то его пить Вот Вот так вот Пьем кофеек и готовим ужин Пока бабушка выгуливает Анютина Я готовлю любимый Аришин суп Я уже говорила, что Ариша может очень долгое время есть одну и ту же еду В общем, как и я У меня был период, когда я была беременная И ела только целые, наверное, две недели гречку с овощами Ариша тоже придерживается такого питания И она очень редко пробует новые блюда У нее есть стандартный набор, который она готова есть днями, неделями и месяцами И вот этот суп, это будет чечевичный суп Вот здесь у меня красная чечевица Я уже включила огонь Красная чечевица Предварительно я ее замачивала на полчаса Именно красную только можно полчаса замачивать Если это будет коричневая, такая темная чечевица То она за полчаса, ну, мало будет полчаса ее замачивать И готовится она будет неимоверно долго Красная же, она быстро замачивается И быстро очень готовится Сюда сейчас я еще положу в чечевице Вот такую замороженную тыкву Мы когда начинаем новую тыкву Часть используем, а всю остальную часть режем на кусочки и замораживаем Иначе она очень быстро испортится Сейчас сюда отправим замороженную тыкву На самом деле я уже показывала где-то на своем канале этот суп Сегодня я готовлю у бабушки Потому что бабушка следит за Анютой И в поджарку я еще добавила нашу любимую карри Много я не добавляю, чтобы суп был не острый Буквально вот я немножечко поджарю морковку с луком Чтобы лук, да, вот этот вот приятный вкус Приятный запах Я не буду тут сильно ничего ужаривать Вот до запаха я это все делаю И здесь у меня варится тыква и чечевица На самом деле они к нужной кондиции подойдут как раз одновременно Чечевица сварится, как только вода закипит И тыква тоже, она очень быстро варится Потом мы добавим сюда морковочку Вот видите, уже почти сварилась чечевица Она вот так вот раскрывается Даже есть, кстати, проросток один я вижу То есть несмотря на то, что зерна были раздроблены пополам У нас зерна, которые раздроблены, чечевица стоит дешевле А цельные зерна дороже, что интересно Но так как я проращивать не собиралась Я купила на суп раздробленную То есть пополам она сломана Но все равно вон росточки видны Вот это вот уже почти все здесь сварилось Так, здесь у меня в кадр попадает вот такая страшная доска Вы не пугайтесь, это у бабушки Эта доска закрывает вот эту вот столешницу От того, что брызгает с плиты Это здесь в качестве защиты установлено Ариша принесла из садика вот такое чудо-юдо Она ходит на занятия по творчеству И сегодня они вырезали и разукрашивали тыкву Сегодня опять не хеллен, конечно Это огромная тыква Но зато смотрите, как разписится Она такая красивая, да Вам надо сначала потрудиться О, да Это же для детей Какую шесть или восемь даже Но надо потрудиться над этими дырочками Чтобы тыковка вся светилась Круто, давай включим свет, покажем ее рисунки Она такая веселая, да Красивая Конечно же, на ней нарисованы цветочки, небо Да, вот там отверстие, чтобы вставлять свечку И вот отверстие дырочки с закрытым пучком Какой живет тут И вот такая у нас тыква Красота, слушай Она такая красивая и совсем не страшная Наоборот, такая забавная и веселая Короче, если тоже такой же хотите Вы должны потрудиться Очень хорошо Субтитры сделал DimaTorzok